Доброе утро! Доброе утро, Красноярск! Итальянский композитор, дирижер, аранжировщик, который в нашем шоу будет также как участник действия, как актер тоже задействован. Ну, это история звезды, женщины, уставшей, скучающей, скрывающейся от своих поклонников, а поклонников у нас достаточно, это практически вся молодая труппа, мужская, ее половина музыкального театра. Я вам скажу, что у нас есть парни, на которых можно посмотреть и которых послушать. Все это вы увидите 10 и 19 числа. Так что, пожалуйста, мы всех просим. Можно у Паула спросить, каким образом вас заманили в далекую холодную Сибирь из Италии? Чем привлекает вас наш город? Как они вас заманили в Сибирь из Италии? Что вы нашли в этой городе? Во-первых, я нашел здесь... А что-то, что... 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 Что-то вроде... Собачка, почему люди говорят, что Сибирь... Это что-то такое очень холодное, хотя на самом деле здесь бывает также и жара. И они любят итальянскую музыку, и для него это удивительно. Понятно, жарко, и любят итальянскую музыку. Вот теперь такое мнение о Сибири будет у всех. Я понимаю, да, всех сибиряков, которые пытаются отправиться на римские кальникулы, прикоснуться к Италии. Но теперь я понимаю и итальянцев, которые приезжают в Сибирь. Вы же тоже участвуете в этом шоу, в постановке. Are you in this show... Do you take part in this show, too, like on staging, as an actor, maybe? This is a very good question. Это очень хороший вопрос. Потому что для меня это впервые быть именно вовлеченным в качестве актера. То есть он никогда не был одновременно и дирижером, и актером на сцене. И, конечно, работаю в театрах как дирижер в опере, но это немножко другое. Это что-то новое для меня, что-то такое очень вдохновляющее и очень интересное для меня. Что-то вроде сюрприза. Николай, это ваша задумка была режиссерская? Сделать так, чтобы дирижер был тоже участником театрального действия? Ну, прежде всего, у нас это концерт, где главный действующий, одно из главных действующих лиц – это оркестр, который находится на сцене. И, естественно, кормчий дирижер. И было бы неинтересно просто видеть нам на протяжении двух часов спину дирижера, да, вы понимаете? Поэтому звезда, а мы о ней пока что не сказали, это заслуженная артистка России Валентина Литвина, главная героиня нашего шоу, да, она встречает своего маэстро, находит свою музыку, он дарит ей свою музыку, и они дарят ее красноярскому зрителю. У нас есть человек, который готов тоже подарить музыку красноярскому телезрителю, всем, кто смотрит программу «Новое утро», это Антон Москус, он сейчас находится вместе с артистами театра. Да, рядом со мной солисты музыкального театра Максим Шилов и Дмитрий Злобин. Доброе утро вам, здравствуйте. Мне вот всегда было интересно, когда… Вам же придется петь на итальянском языке. Вы изучали итальянский до этого или конкретно вот с ним столкнулись именно в подготовке к этой постановке? Ну, что касается меня, я изучал итальянский училище искусств, которым я учился, в нашем красноярском. Ну, и сейчас для меня, конечно, помощь в виде дирижера из Италии, который тоже как-то помогает в этом. Я знаю, что у нас есть приготовленная небольшая часть того, что будет происходить на сцене 10 и 19 числа. Давайте прямо сейчас послушаем. Поехали. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ